20 часов 4 минуты, понедельник, Москва, Русская служба новостей, как всегда в этот день, в студии РСН Александр Параханов, главный редактор газеты «Завтра». Александр Андреевич, добрый вечер. Добрый вечер. Микрофон Игорь Измайлов. Донецкая Народная Республика, много новостей оттуда приходилось сегодня, но вы хотели начать с Моторолы, да? Ну да, сегодня же в Мотороле 32 года, день рождения, очаровательный человек. Это такой настоящий народный герой. Такие герои рождаются именно в народных войнах. В таких государственных войнах героями становятся люди, которые отмечены государством. Государство указывает на них, вызывает, ты герой. У Сталина был целый сталинский синодик, герои, мученики. А здесь народ сам выплескивает эти характеры, эти темпераменты. И Моторола любимец нашей публики. Он и герой, он и любимец. У него есть какое-то очарование человека простого, задушевленного, бесстрашного, любопытного и какого-то очень экзотичного. Поэтому в этот день я сам желаю ему света, желаю ему безопасности. Желаю, чтобы в этот день его обняла его прекрасная, пышная красавица, жена. Чтобы они, может быть, он покинул позицию этого разгромленного, раздоблого аэропорта. Сел за стол, выпили они чарку. Дай бог тебе здоровья, Моторола. Это день рождения Моторола, 2 февраля. Ну и сегодня несколько заявлений Захарченко. Ну, во-первых, общая армия Донецкой и Луганской Народной Республики должна составить 100 тысяч человек. То, о чем еще говорили год назад, касательно армии Донбасса. Вот это происходит. 100 тысяч человек, мобилизация, это первый этап добровольца, а там посмотрим. Набор добровольцев ДНР приступит уже в ближайшие дни, будет проводиться на следующей неделе. Причем подчеркивается, что это не совсем корректно называть мобилизацией. Наберут добровольцев, они придут на пункты сбора, направят их на двухнедельные курсы по выбранной войсковой специальности. После этого они их направят в резерв и уже будут призывать из резерва. 100 тысячная армия поможет отбить, то есть окончательно решить вопрос защиты государства? Не признак. Вот во всем случае это свидетельство о том, что государство, о котором мы все время говорили, оно состоялось. Оно мучительно строилось. Армия, которая прежде возникала из каких-то частичек, из корпусков, из таких метущихся по этой Донецкой степи подразделений, бесконечное количество этих батальонов, которые то появлялись, то исчезали. А теперь строительство армии идет, еще не завершилось. Действительно существуют батальоны, бригады на Луганском направлении, на Донецком направлении. И государство оказывается способным провести мобилизацию. Это же абсолютно непростая вещь провести мобилизацию. Нужно, во-первых, сеть военкоматов, нужно понимать, где брать этих людей. Нужна воля и риторика, которая заставила бы этих людей подняться со своих печей и пойти в атаку. Нужна система обучения этих людей. То есть это очень сложная военно-социальная машина, которая присутствует, которую удалось построить. Вот я с замиранием сердца смотрю, как пройдет эта мобилизация. Сто тысяч – это громадное войско. Это громадное войско. Особенно, если в этом войске живет дух отпора, дух наступления, дух атаки. Вот смотрите, мы видим телевизоры. Это же не те экзотические добровольцы, у которых на ногах кроссовки, на головах какие-то шляпы ковбуйские с полями. То они в косынках, то они в балаклавах. Нет, как они прекрасно экипированы. У них у всех однаковая форма. У других белые халаты, ранцы, портупеи. Замечательно, армия складывается. Я думаю, что сто тысяч человек – это очень внушительные силы. Конечно, у украинцев больше армии. У них есть больший мобилизационный ресурс. Но вот все, что у них там сейчас происходит с мобилизацией, ну, производит какое-то жалкое впечатление. Это все такая жижа. Это не кристалл. Все-таки армия – это кристаллическая структура. А у них что-то жижа, мягкое, какие-то потоки, слюни какие-то. Люди не вояки, люди не хотят, люди прячутся, люди бегут. Поэтому замечательно, что у Новороссии появится стотычный контингент, с помощью которого они смогут решить не только проблемы обороны, но и наступление. И вот еще одно заявление Захарченко обязал, не призвал, а обязал жителей республики сдать незаконно хранящееся у них оружие. Построение государства идет, вот этот такой момент сложный с оружием, потому что ведь остаются группы, которые на правах ополченцев, которые вроде как и воюют, но не хотят неких официальных формирований. Я думаю, что это пожелание или требование Захарченко, естественно, как у председателя государства, но вряд ли удастся очень быстро эту проблему решить. Оружие у народа, который схватился за него в период смертельной беды, оружие, которое спасло этому народу независимость, жизнь, его обратно так просто не отдает. Его прячут куда-нибудь там в стрехе, взрывают куда-нибудь там в подпол, маскируют, находят для него тайники, чуланы, оно там будет еще очень долго. А для чего тогда? Ну, он же понимает, что в любой момент противник может оказаться просто там, отстреливаться может придется. Я говорю, что защищает свою безопасность. У нас в России дискутируется проблема держать оружие или не держать, давать гражданам право иметь оружие или не иметь оружие. Многие русские хотят иметь оружие. Я хотел бы иметь себя ПМ или ТТ хотя бы. не подвергаясь этого преследования. А уж в этой стране, где каждый день уничтожается город, где идут зверства, где идет насилие, сам Бог видел иметь оружие. Ну и вот всего дня три, да, вас не было, но сообщения из Донецка и Луганской народной республики приходят каждый час и по минским переговорам. Помните, мы с вами разошлись в пятницу и в субботу были переговоры, ни к чему не пришли. И сейчас разные заявления, что вот и Захарычин говорит, что нет смысла в дальнейших переговорах. И теперь непонятно, будут ли про Мариуполь сегодня сообщения были. Пушилин говорит, что не пойдут на Мариуполь. По всему комплексу происходящего, как вы все это оцениваете? Вектор тот же или... Вы решили с вами в прошлый раз, да и не мы с вами решили, это решили Захарченко, это и решили политики ДНР и Луганска, чтобы переговоры, затеянные тогда, были просто маской. Это была уловка для того, чтобы получить передышку, остановить наступление в Новороссии, сконцентрировать ресурсы, провести мобилизацию. Николас, что они перехитрили. Нет, не получилось. Все эти наступления, сейчас мы видим, что они, эти наступательные операции провалились, им ничего не удалось, не отбить обратно аэропорт, не вырваться из Дебальцевского кольца. Наступление захлебнулось. Они по-прежнему готовят удар по Донецку, я знаю, что они сконцентрировали там танковые группировки, всем, чтобы вторгнуться в Донецку. Но это же тоже, как танки могут сражаться в большом городе. Их будут сжечь. У нас есть опыт чеченской кампании, когда несчастная майкопская бригада погибла там в первый же день вторжения в Грозный. Поэтому переговоры, мне кажется, оставлены. Будут призывать, будут инициативы, будут министры иностранных дел. Путин обратился сегодня к каким-то странам, прекратить стрельбу. Ну, я думаю, что это все-таки такое гуманитарное прикрытие начала затяжных и предложительных боевых действий. Я уже рассказывал свою точку зрения, что, конечно, эта проблема будет решена политически, как и всякая военная проблема. Но она может быть решена политически только после военной победы Донбасса. Военная победа Донбасса, вот срочное сообщение глав Донецка и Луганска народных республик. Мы готовы остановиться, но только там, где мы находимся сейчас. Привержены мирным переговорам с Киевом, но готовы остановиться только на тех позициях, на которых находятся в данный момент. Что значит, что так они будут потихонечку отодвигаться и закреплять за собой вот эти вот позиции до границ луганской... Но они готовы. ...под риторикой переговоров. Они готовы остановиться на этих позициях, но готовы ли их оставить на этих позициях киевляния? Я помню, когда я был в Чехне, это была вторая чеченская компания, и я был с моим товарищем Шурыгином, и мы сидели в Ханкале на каком-то ящике зарядном, и там вертолеты вносили в горы группы спецназа. И один парень такой спецназ, длинный, долговязый, он уже был в разгрузке с оружием, он повернулся спиной, и у него на спине была надпись такая «Нам нужен мир». Дальше весь мир. Вот я думаю, что нам нужна Донецкая республика в пределах областей, которые отмечены на картах административными границами. — Ну и еще, чтобы тему Украины у нас около минуты остаются, те сообщения, которые поступали за эти несколько дней о событиях в Одессе, попытки местных активистов собирать людей против мобилизации в некие ряды Одесской народной республики, какие-то волнения, какие-то события идут в Запорожье там со сносом? — Да, да. Ну мы же видим, что там все, если еще не бурлит, то, по крайней мере, начинает закипать. Идет какое-то испарение, что там нет единства, что вся эта украинская реальность государственная расползается. То там не согласится, то там не стыковки, то там неудача, то там какое-то безумное назначение. Вот эта вся ткань социальная Украины, начав распадаться во время Майдана, она продолжает этот распад. Если Донбасс цементируется, если Донбасс кристаллизуется, то на Украине и происходит распад. Александр Параханов в студии РСН. Продолжим через две минуты. Александр Андреевич, хотели перейти к экономическим аспектам нашей страны, но вот как раз сейчас на лентах проскочил Обама. И вспомнились его недавние заявления о том, что, в общем, они помогли перейти власти через Майдан, от Януковича к нынешнему. Он прямо это сказал. И сейчас говорит также прямо о том, что накинет денег, как сейчас говорят, накинет денег нынешним властям. Вот эти признания, они от чего идут? Раньше как-то стеснялись все-таки. На борьбу с давлением России, вот он прямо говорит. Раньше немножечко стеснялись, как-то пытались завуалировать, а сейчас абсолютно открыта прямая риторика. Ну, вы помните, что, в конце концов, Америка признала свое участие в разрушении Советского Союза. Она признала свой вклад в перестройку и в ГКЧП. Америка, в конце концов, костно признала свое участие в событии 1993 года в Москве и расстрелить Дома Советов. Вот теперь проходит некоторое время, и, видимо, это в традиции американской политики тайное делать явно. Для чего это им нужно? Ну, может быть, просто вот эти все истины, они вылезают на поверхность и начинают становиться достоянием общественного мнения и вдогонку им официальный Вашингтон делает такого рода признание. Хотя, конечно, случилось огромное количество тайн. Это политика, которая привела к краху Януковича, к этому Майдану. Там есть огромное подполье, огромная глубинная тайна, которая, может быть, и никогда не будет раскрыта. Хотя частично этой тайной выйдет все равно на поверхность. Как вышла тайна, повторяю, перестройки, как тайна Горбачева. Они вышли после уже, сильно через много лет. А здесь события происходят, и в этой лаве событий, кипящей, бурлящей, он подкидывает огонь и говорит, что вот вам денег на борьбу с Россией, и вообще-то мы все сделали. Ну, может быть, не могу вам сказать, что за этим стоит, какой-то умысел, или в этом есть какая-то традиция. Может, его упрекают, его враги в Сенате и в Конгрессе, в вялости, недостаточной, в страненности. И он для того, чтобы усилить свою позицию, делает это осторожное признание. Не могу вам сказать, какая за этим есть лукавая затея. Ну, и к экономическим событиям в нашей стране, на что вы обратили внимание, здесь вот после того, как в пятницу произошла Дума, а потом снижение ставки, были еще сделаны заявления после этого и по антикризисному плану и так далее. Как развиваются события, как вы видите вот эту экономическую повестку? Меня поразило заявление Шувала, где он лукаво, опять-таки, заявил, что жесткие меры по преодолению кризиса возможны только при одобрении общества. То есть реформа экономики, альтернативный курс, существуемый мобилизационный проект возможен только при консенсусе с обществом, с народом. Я не очень себя понимаю, как Шувалов. Будет ли он обходить эти вот гнилые города? Будет ли он заходить в эти остановившиеся заводы, наши семьи? Придет ли он ко мне, спрашивает мое мнение, ваше мнение? Как достигается этот консенсус с обществом? С обществом, которое расколото на несколько частей. В самом обществе нет согласия. Он сказал, что либо мы сберегаем пенсии населению и зарплаты бюджетникам, но тогда реформы придется откладывать, либо мы приступаем к реформе, но пусть народ знает, что с пенсией будет худо и с зарплатой тоже будет худо. То есть он ввел в такую достаточно лукавую, на мой взгляд, лживую дилемму. Либо пенсии пенсионерам, либо эти ничтожные, малые, унизительные пенсии нашим пенсионерам, либо новый экономический курс преодоления кризиса, создание новой экономической модели системы. Дилемма в другом. Он должен был сказать, либо олигархический, компрадорский капитализм, который сжирает все энергии национальные, все деньги, всю философию, все средства, все богатства, или реформа. Реформа мешает тип экономики, а не количество пенсий, которые государство выплачивает нищим, полуголодным пенсионерам. А я бы даже и жестче еще сказал. Либо реформа, либо Шувалов. Вот в чем дилемма. Либо Шувалов остается, коллективный Шувалов остается, как лидер экономической программы, тогда никакой реформы реально не будет, либо происходит смена носителей вот этого кризисного, кризисной пагубы, этого яда кризисного, и начинаются реальные реформы. Ну что, ну действительно, еще раз повторяю, они построили экономику после 1991 года, которые уже трижды сотрясли чудовищные кризисы. Но что это за экономика, которая сотрясает кризис за кризисом, которая вымывает, скажем, кризисом, все накопленные состояния, делают нищим население, уничтожают промышленность. Что это за экономическая модель? В чем смысл этой гайдарономики? Почему во всем мире сейчас идет рост? В Китае рост, в Европе рост, в Штатах рост. И только несчастная, прогрессивная гайдаровская Россия в очередной раз падает страшным образом с потолка оппол. Как тогда вы трактуете все происходящее? Они были в Думе, Шувалов в том числе, им задавали вопросы. Это не были острые вопросы. Это все отметили, в том числе, кстати, сами депутаты. После этого они появлялись везде в СМИ, и вопросов по-прежнему не было. Хотя ситуация такая, что какие-то разъяснения должны быть. Ведь этого антикризисного плана не было еще там некоторое время назад, когда Дворкович приходил в Думу, и депутаты здесь у нас в эфире говорили, что плана нет, и они не понимают, почему нет плана. Потом этот план появился. В общем, вопрос о реакции. Вот эта реакция, она, это симптом чего-то происходящего сейчас? Я думаю, что это ошеломление. Все ошеломлены происшедшим. Ошеломлены тем, что у руля страны стоят эти маги, волшебники правительства, у которых нет плана, которые беспомощны, решают эту проблему. У них нет воли, нет концепции, нет плана, нет ресурсов, и они по-прежнему ангажированы тем строем, который был создан в России после 1991 года. Олигархическим строем. Олигархи являются их кумирами, они сами во многом являются олигархами. За каждым из них числятся грехи. Мы знаем, что вокруг каждого из упомянутых господ разгорали скандалы в СМИ, на каждого вешали самые разные обвинения, потом они затихали эти обвинения. И я полагаю, что сегодняшнее общество не готово для преодоления этого кризиса в том составе элиты, которая представлена в правительстве. Когда наступит момент реальных реформ? Я думаю, когда беда станет просто вопиющей. А пока нет? Ну, пока мы с ментами сидим, спокойно, и в машине есть цены. Я вот, кстати, не так спросил, где критерии того, то есть вот как мы поймем, что это будет там, не знаю, не дай бог как Донецк, или это цены, которые у скачек потолку, или... То есть вот где тот критерий, когда... Ну, скажем, падение ВВП на 10%, например. Сейчас планируют на 3%, минус 3%. А вот на 10%. А падение на 10% это... Ну, электрички перестают ходить. Ну, они в Псковской области электрички и не только уже перестали ходить. В некоторых регионах перестали ходить электрички, потому что регионы не могут платить, оплачивать это. А... Ну, такие правила, РЖД их, соответственно, снимают. Ну, видите, электрички, это средства коммуникации. На электричках люди из одного места приезжают на работу, возвращаются обратно. А если этих электричек много, и в Псковской, и в Вологодской, и в обществе других, то по существу перестают люди общаться с центрами производства. Это так фигурально говоря. А наряду с электричками будут такие тарифы на электричество, что никто не будет их платить. И начнут отключать заводы и потребители электроэнергии. Это грозит коллапсом. И тогда почувствуй, что, да, настало время реформ. Хорошо. За экономической повесткой тогда тоже будем вместе с вами следить. Не так много времени до новостей. Из Хитына у нас есть большая тема МИД. И пожар в Инионе. С чего лучше? Что мы быстрее? Давайте из Хитыны тогда, наверное. Значит, что говорит глава МИДа Польши? Не понимает, почему победу отметят в Москве, а не в Польше. Комментируя предложение Комаровского в местной радиостанции, глава внешнеполитической ведомства заметил, что не понимает, почему торжественные мероприятия в честь победы проходят в российской столице. Цитата. Неестественно отмечать годовщину окончания войны там, где эта война началась. Здесь вопрос, что имел в виду, как вы полагаете, с Хитына, глава МИДа Польши. И второй момент. Это все, что он нам транслирует, его какое-то личное мнение по исторической данности. Или он выражает некую коллективную позицию Запада сегодня? Нет. Речь идет о таких вот дразнилках. Все это делается, наверное, согласованно, но согласуется не через депеши, телефонные звонки, а общее настроение. Дразнить, вызвлять, мучить, оскорблять. Это вот такой, должен создать такой фон неприятия, недоброжелательности к России. Ну, конечно, это неприятно. Я думаю, что Польша это очень трагическая страна. Я бы не стал там смеяться и глумиться над этим высказыванием. Александр Андреевич, продолжим по сновости. Без вопросов с Александром Прохановым. 20 часов 34 минуты. Александр Проханов, как и всегда, по понедельникам в студии Русской службы новостей. Шувалов не только про пенсионеров, но и необходимости закрытия нефиктивных школ, больниц, частную оплату медицины даже по ОМС. Пишет там 749-й. Шувалову мы разобрались, начали с Хитину про Польшу. Говорить, что же это такое? Неграмотный глава МИДа или это специально все делается? Нет, я думаю, что это просто игра понятий. Ну да, война, победу над фашизмом отмечается в Москве, потому что она началась для нас в Москве. Великая Отечественная война началась на границах Советского Союза. Там началась Великая Отечественная война. Мировая война началась, раньше началась в Польше. В этом есть определенная правда. Но вклад поляков в победу и вклад русских в победу это разный вклад. Хотя, когда я повторяю, я перед поляками снимаю шляпу. Это трагический народ. Они прекрасно воевали, их мучили при всей их польской истории. Им очень не повезло, когда три великих славянских столицы мечтали стать центрами этого славянского мира. Сначала поляки пришли в Москву, была проинтегрирована Польшей и Россия, и Украина. Казалось, что вот эта великая империя будет иметь центр Варшава. Этого не произошло. Все это перенесилось в Москву. Москва стала центром вот этой славянской империи. Но, что касается войны, я же помню эти реляции, когда немцы, немецкие танки вторглись в Польшу, им навстречу вылетала польская кавалерия. Эти отчаянные польские кавалеристы саблями рубились с немецкими танками. Это была отчаянная, безумная, храбрая, гусарская польская атака, которая кончилась, конечно, катастрофой. Поэтому я не стану особенно нападать на этих польских политиков, которые сейчас валяют дурака. Здесь есть своя таинственная польская правда, польская неосуществленная историческая мечта и польская боль, которая еще очень долго будет отравлять жизнь в Европе. Александр Андреевич, здесь интересный момент, в том разрезе, о котором вы говорите. Сейчас о нем больше говорят в связи с Украиной. Понятие братских народов. В отношении Украины понятно, в отношении Польши мы тоже иногда слышим с усмешкой, что братский славянский народ. Насколько мы разные с Польшей сегодня? Да и вообще все эти века. Насколько вот это упоминание о братских народах информативно хотя бы? Я думаю, что Советский Союз демонстрировал возможность создания такого национального братства. Действительно было так. Скажем, когда произошла катастрофа в Вашхабаде, заметризение в Вашхабаде, потом в Ташкенте, действительно все народы кинулись туда помогать, все народы не застраивались, всех отстегивало. И Чернобыль, и Великой Отечественной и Чернобыль. А Ташкент, который принимал во время войны всех беженцев центральных областей. То есть такая общность советский народ создавался, был создан. И в основе этой общности конечно было братство. Была пропаганда братства, была агитация братства, была масса примеров этого братства. Ну вот видите, оно не случилось, потому что в 91-м году распался СССР, и я всегда ловил себя на мысли, на нехорошие мысли, когда, например, говорили, что там совершилось падение самолета, и среди пострадавших нет граждан России, а есть там граждане Киргизии или Украины, это говорят, для того, чтобы я облегченно вздохнул, ну нет там наших, слава тебе, господи, а разве украинцы или киргизы, которые бы там погибли, не наши, вот в этом я улавливал какую-то тонкую такую, вообще бессознательную гнусность, которая сменила концепцию братские народы. И сейчас, конечно, народы перессорились, и мы еще повторяем братские украинские и братские русские народы, ну будем повторять, но если быть объективными, сегодняшняя Украина, она проинтегрирована не на все к России, это русофобское государство, эта русофобия будет нарастать, когда она кончится и что она кончится. Вообще в жизни народа ведь бывают периоды, когда они ненавидят друг друга, а потом эта ненависть наступает в сотрудничество, а потом иногда и в такой симпатии. Уж как ненавидели друг друга немцы и французы, или французы и англичане, постоянно они сражались, били. Нет, это, видите, установилось какое-то время. На них вообще воины всю дорогу. А Польша, поляки, насколько нам близки или далеки, и вот если там гипотетически представить, что СССР бы продолжал они когда-нибудь бы рано или поздно влились бы в это? Или все-таки они отдельные, они не другие? Александр Сергеевич Пушкин написал «Не верю в честность игрока, в любовь к России и поляка». Кстати, когда он уже очень дружил с Мискевичем, Мискевич был выслан из Варшавы в Петербург под присмотром, и они дружили с Пушкиным, и когда они однажды встретились на набережной Невы, и Мискевич издалека, увидев Пушкина, крикнул «С дороги двойка туз идет!» Пушкин сказал ему «Козырная двойка туза бьет!» Так что эти отношения были всегда напряженные, интеллигенция враждовала между собой, ну и тем не менее по неволе была одна и та же история. Хорошо, давайте перейдем тогда к пожару. Что это было? Сначала узнали, что это был пожар, потом узнали, кто, имеется в виду вот этот институт и не он, потом узнали, что директор Пивоваров какая-то часть уничтожена, были вопросы у проверяющих органов, говорят, не было денег, какие-то слухи про строительство торгового центра, и в итоге сейчас говорят, что недостаточно у нас охраняются библиотеки вообще, и отношение к книгам, к литературе, в частности, к исторической, вот такое вот странное. Знаете, когда гибнут библиотеки, это показатель цивилизации, той страны, в которой погибает библиотека. Когда погибла Великая Александрийская библиотека, и в ней сгорели античные рукописи, папирусы, пергаменты, это, конечно, был символ падения античного мира, это был симптом того, что античный мир завершается. Когда исчезла или погибла библиотека Ивана Грозного в Москве, это был закат Московского царства, все поняли, что это симптом такой уходящей культуры. Вот этот пожар, он тоже очень тревожен для меня. Потому что, конечно, жалко книги, но жалко, что горят библиотеки. Посмотрите, какие роскошные торговые центры, какие великолепные развлекательные центры. Давайте проедем с вами по Рублёску-Успенскому шоссе, посмотрим, какие там стоят особняки, мавританские, античные, римские, кельнские соборы стоят. Они не горят, а библиотеки горят. Значит, отношение к библиотекам в нашей стране бросовое. Книга не является символом нашей победы над косностью, над невежеством, над серостью. И для меня этот пожар удручающий. Я даже не стану гадать, почему там все загорелось. Кто-то хотел сжечь какие-то секретные документы. Нет. Просто это было бросовое место. Никто не обращал внимания на это место. Не удосужились провести там дополнительную систему сигнализации или пожаротушения. Это очень горько. здесь разные вопросы возникали в связи с руководством этого предприятия. Известный пивоваров, известный своими высказываниями и отношением к разному роду нашим историческим периодам. И тут многие выяснили, что он еще был руководителем фактически исторической такого института. Никаких здесь вопросов не возникает. Ну так вот. Нет, я не хочу валить в беду вину на моего вечного оппонента пивовара, потому что горела библиотека не академического института, горела библиотека России. Она горела в центре Москвы. Понимаете, когда горят такие заведения в центре Москвы, охватывает отрапись. Может сгореть третяковка, в конце концов, и может возникнуть пожар в Кремлевском дворце. Вот это все ужасно. И в разрезе литературы вы хотели как-то более общаться? Да, я в этой связи хотел вот о чем поговорить. У меня такая была мысль с тем переживания. Вот книга в Советском Союзе была мощнейшим инструментом, политико-идеологическим инструментом. Книга создавала идеологические периоды, пласты. Весь советский проект начинался книгой. Книги, такие как «Разгром», или «Оптимистическая трагедия», или «Ранний Маяковский», или «Мать Горького». Это были книги, которым открывалась Красная эра. Сталин собрал первый съезд советских писателей, понимая, что писатель, книга, это мощнейший геологический клубок, комплекс, с помощью которого он может решать внутри государственные проблемы колоссальной важности. Советский период завершался книгами. Горбачевская перестройка завершалась книгами. «Белые одежды», «Дудинца», «Дети Арбата», «Печальный детектив», «Пожар». «Аркетилла ГУЛАГ». «Аркетилла ГУЛАГ», чуть пораньше был. Этими книгами завершался советский период. Они имели такую мощь, такую идеологическую силу, которыми можно было выложить такие надгробные плиты всему советскому периоду. И эта роль книги остается. Но после 91-го года литература и книга была отодвинута на периферию. Александр Андреевич, через две минуты буквально продолжим. Грома без вопросов на Русской службе новостей. Александр Проханов, студии Русской службы новостей. Через несколько мгновений будем принимать ваши вопросы про книгу. Да, я продолжу. После 91-го года литература была отодвинута на периферию. Ее забросили. Она показалась неинтересной власти, она показалась ненужной. Власть знала, что делать, она знала идеологию. Но есть секрет. Идеологии, идеологии создаются в литературном пространстве. Они не создаются в физических лабораториях, они не создаются в администрации президента, они не создаются при дворах правителей и монархов. Идеологии создаются в недрах литературного мира. Там художники, писатели разных направлений, складывая свои стихи, занимаясь написанием романов, своей волей, своей душой, своим духом, поднимаются на очень высокие горизонты сознания, где таятся смыслы, великие смыслы бытия. Они вычерпывают эти смыслы, они приносят эти смыслы в свои книги, в свои тексты, наделяют этими смыслами своих героев. Поэтому, если бы, например, исчезла литература, то была бы колоссальная трата идеологических возможностей, постулатов. И сегодняшняя Россия, где идеология вновь в цене, где государство нуждается в идеологии, где государство хочет выстроить новую идеологию после чудовищных идеологизированных или либерализированных 90-х годов, у книги должно быть особое место. И у художников должно быть особое место. Потому что, повторяю, все самые серьезные идеи, которые сейчас возникают, они возникают в книжном пространстве. Пускай эти книги неизвестны широкому кругу писателей. Люди в политике, люди в политическом управлении очень внимательно смотрят за этими книгами. И вот сейчас два процесса, две идеологии сражаются и бушуют. Либеральная идеология и государственная патриотическая идеология. Вторая идеология рождается не в блогах, они рождаются в книгах, в художниках. Художники в либеральном направлении, такие как Сорокин, например, они формируют свою идеологию. Художники патриотического направления, такие как Лимонов или Прилепин, формируют свою идеологию. Поэтому схватка литератур, которая сейчас имеется, это схватка идеологии. В дальнейшем, мне кажется, что государство, которое отлинуло от себя литературу, она должна приблизить к себе художника. Ну, выбрать, конечно, того, который ей по вкусу. Сейчас у власти стоит патриот, поэтому, мне кажется, ему важны патриотические книги. Если, не дай бог, к власти придут люди Немцова, например, или Ходорковского, конечно, они приблизны к себе вот тех литераторов. Но будущая идеология мира, она будет формироваться в литературе. Здесь, знаете, мне невольно вспомнился один эпизод, когда как раз ваша коллега Екатерина Глушко, она спрашивала Александра Лукашенко о том, я присутствовал, о том, что с ней с литературой происходит, почему тут там, о Беларуси. Где сегодняшние классики, где великие писатели? Это же вопрос, наверное, мы можем сегодня и про нас, и к нам сюда повернуть. Что случилось? Где композиторы, которые были, величайшие композиторы в советский период, их нет сегодня, вот классические композиторы. Где литература, сравнимая с той классикой? Сегодня есть что-то, что потом назовут такой же классикой? Или... Я думаю, да. Драма сегодняшней культуры, не только литературы, в том, что исчезло поле культуры. Ведь гений проявляет свою гениальность в поле культуры. Если бы не было культурного поля в России, то страна не заметила бы ни Достоевского, ни Лермонтова. Но было поле, в котором зажглись эти звезды, а поле создается критикой, поле создается любителем литературы, тонкими ценителями, средой. И тогда возникает ткань литературная. И в этой литературной ткани каждое художественное явление занимает свое место, и ни одно из них не пропадает. Это как плащаница, на которой вышивается образ. Там есть крупные жемчужины, есть мелкие, есть совсем бисер жемчужный. Но все это создает огромную картину вот этого священного лика. И поэтому сегодняшняя литература, там все это русская литература, патриотическая литература, я имею в виду, она сейчас нуждается в создании этого поля. Она нуждается в создании среды. Нужны критики, нужны литературные журналы, нужны магазины, нужна группировка лиц, заинтересованных вот в этой консолидации патриотического литературного сознания. Я думаю, рано или поздно это произойдет. Давайте голосование запустим по итогам программы. 2-8-0-12-32. Вы поддерживаете в целом Александра Проханова. По итогам программы все сказанное. 280-12-32. Код города 495. Если что-то вам не близко, а с чем-то принципиально не согласны, то 280-12-33. Бесплатное, быстрое, увлекательное голосование. 280-12-32. Поддерживаете Александра Проханова. 280-12-33. Нет, у вас остаются какие-то вопросы. Ну и эти вопросы прямо сейчас на плюс 7, 9, 2, 5, 101, 107 и 0. Добрый вечер. Добрый вечер, как вас зовут? Это вы ко мне, да? Да, да, здравствуйте. Как вас зовут и ваш вопрос? Галина Федоровна, Ленинград. Да, пожалуйста, Галина Федоровна. Александр Андреевич, я ваш единомышленник. Галина Федоровна, мало времени. Вопрос, пожалуйста. С самого-самого-самого начала. Спасибо большое, Галина Федоровна. К сожалению, мало времени. Сразу вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, мы вас слушаем. Как вас зовут? Андрей, Санкт-Петербург. Да, Андрей. У меня немножко революционный слух. Это ваши слова по поводу Польши. Что Александр Андреевич снимает шляпу перед поляками. Дело в том, что мне приходится читать польские сайты новостные. И я вижу то, что я вижу то, что я вижу по поводу России. И мне не такое, что Россия в целом это не революционная федерация, а террористическая федерация. Очень плохо вас слышно, да, но мы поняли относительно Польши. Ну, видите, это сегодняшний сайт. Посмотрите историю Польши. Ее все время резали. Там три или четыре раздела. Народ и государство, которые постоянно разделяли. Это трагическое государство. Мотивации раздела были понятны. Я думаю, что и даже последний раздел Польши, так называемый пакт Риббентропа-Молотова, с моей точки зрения, был оправдан надвигающейся войной. Но вот эти ножи, великая история, они все время двигались по польскому народу, по польскому государству. Это огромная, повторяю, драма. Это внесло в польское сознание, эта драма, колоссальную травму, рассчитанную на, может быть, грядущие столетия. И вот почему я снимаю перед ними шляпу. Они всегда сражались за свою независимость. Были народы, скажем, такие, как Чехословакия, Чехия. Очаровательный народ, но они очень быстро покорялись. Они считали, что лучше покориться сильному врагу и сберечь, не знаю, свой генофонд, свою нацию. А поляки, они сражались. Они, повторяю, саблями рубились немецкими танками. И вот в этом смысле поляки очень такой энергоемкий, огромной силой народ. Анатолий Пишин, Росновости Роу. Александр Андреевич, у нас есть методы воздействия на Запад и насколько они серьезные? Здесь, наверное, конечно, можно вспомнить и заявление президента о том, что мы должны не отдать нашу победу, не допустить вот этих вот искажений. А нам ведь детей учат в школах абсолютно серьезно. О том, кто выиграл Вторую мировую войну, какая роль была у какой страны. И сейчас мы даже по заявлениям видим отношение к России. Как мы можем? Есть какие-то инструменты воздействия? Воздействие на западное общественное мнение? Или на наше внутреннее? На западное, но и на наше, вообще-то говоря, тоже надо. Ну, с нашим понятно, а на западное. Все в руках нашего государства. Если оно хочет оставлять источники этих дефамаций, эти зоны яда, от которой гной изливается в нашу культуру, в наше сознание, пусть оно и оставляет их, но потом не пеняет, что на Болотной площади выходят там сотни тысяч людей. Второе, государство — это огромная сила. Сталин кому-то сказал, что нет ничего тяжелее государства, его никто поднять не может. Поэтому нечего нам пенять на то, что там в наших школах или на наших радиостанциях гнобят нашу историю, гнобят нашу победу. Что касается Запада, ну идет холодная война, в холодной войне все средства хороши. Я думаю, что Путин в свои первые алдайские речи сделал очень мощный бросок в сторону Запада. После чего он назвал Запад Содомом, но он сказал, что Запад потерял свои христианские корни, что Запад потерял свою миссию христианскую. Поэтому мы можем отвечать Западу тем же самым. 2-8-0-12-32, согласны с Александром Прохановым, поддерживаете по итогам программы 2-8-0-12-33. Нет, не поддерживаете. Добрый вечер, как вас зовут? Очень коротко ваш вопрос. — Добрый вечер, меня слышно? — Да-да-да, времени мало, спрашивайте. — Вот сегодня Путин сказал, что нужно прекращать войну на Донбассе снова. Это постарение митских беременей. — Ага, услышали вас, да, Александр Ильич, несколько секунд буквально. — Мне кажется, что это фигура молчания. Что еще может сказать Путин? Можно сказать, что вперед на Киев или на Боржаву? Нет, миссия миротворческая. Но вы помните, он однажды, в самом начале этого процесса, просил Донбасс не проводить референдум, просил Донбасс отказаться от референдума. Донбасс вами послушал. — Александр Проханов, по итогам программы 97% вас поддерживает. У 3% по-прежнему остается вопрос. В следующий понедельник будет возможность задать. Спасибо большое. — Русская служба новостей. И мы делаем новости.